Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфляп, проводов целитель. Мы говорим о здоровье. Уже говорила в роликах, но они, наверное, уже там в глубине где-то, по поводу того, что именно видят наши ферменты. Я возвращаюсь к этому вопросу, потому что, ну, от вот вашего, скажем так, здесь информационного порядка, что, ну, если вот уже не работает интуитивное питание, оно ни у кого не работает. То есть оно наркоманское сейчас, оно программное, то есть оно заложено обществом, родителями, оно неестественное. То есть есть пример, вы можете посмотреть, когда там семьи сыроедов, фруктоедов детям дают выбор, ну, их вывозят куда-то там, например, в Вьетнам, там, в Вали, да, не обязательно. И здесь в России просто больше скрывают, потому что могут отнять ребенка, дают выбор, вот, что и мясо готовят. Ну, есть семья сыроедов, например, вот, я забыл, Алена Земина, по-моему, или в Москве. То есть она подробно рассказывает, как вот, она, пожалуйста, детям дает выбор и рыбку, там, яички, да, и термически приготовленное. Но они выбирают все равно сырое, и в основном это плоды все равно, да, то есть балуются чем-то другим, но оно не идет. Но это очищенные дети, они не загрязнены, у них, да, у большинства, особенно там, вот, у моего поколения постарше, да и уже молодежи, то есть она испорчена всякими, там, гамбургерами, там, чипсиками, все это понятно. И мы не видим реально, что вот хочет тело, а когда это нарушено, и выходить из программы, ну, придется просто вот как-то себя и подключать, и переформатировать именно свое информационное поле, да, то есть пытаться этот ум переформатировать, ум, который как бы в него вот загрузили, загрузили, и теперь вот оно идет, идет куда-то не туда. И, потому что, ну, для тех, у кого работает интуитивное питание, им вот в это все вещи, они совершенно, вы думаете, вот этим детям фруктоедов, им интересно там какие-то ферменты, как они кого видят, вибрации, им уже это неинтересно, то есть у них все хорошо. А вот для тех, у кого нехорошо, я вот как бы напомню, да, я ибилокационно это изучаю, и у меня есть базис этой образования, где нас, конечно, не учили, как есть, сами преподаватели замечательно умирали от этой же еды, но у меня есть тоже какие-то базовые понимания пищеварения, от которых, как бы, дальше мне есть от чего двигаться, и понимание своего опыта. Да, я ел все-все-все, все, и прошел все типы питания, в принципе, да, и все еще я ибилокационно измеряю, то есть я со многих сторон смотрю, интуитивно подключаю здесь интуицию, как тело работает, и плюс еще я работаю с пациентами уже не первый год, я вижу, как работает, какая пища, как кого губит, я это измеряю, и как из этого выходить, а не просто вот мне вдруг полегчало, да, и у меня и коллега активно сейчас на переходном периоде, да, и мы все это фиксируем, конечно, мы все время находим что-то новенькое, но есть вот какая-то вот основа, да, если вот мы от ума идем, то вот здесь очень важно понимать, что нужно разбираться вам тогда, что именно видят ваши ферменты, ну, так, как это написано, может быть, вот, интерполог один сказал так, а другой сказал, что мы не приспособились к такой-то пище, вот, ну, это вот вас уведут туда-сюда, да, вот я расскажу еще, что я увидел, значит, ферменты, да, это вот у нас химия нелинейная, она трехмерная, и она еще вибрационная, то есть там определенные углы, посмотрите, как выглядят формулы, они трехмерные, да, вот я вот, вы меня видите как бы двухмерно, да, но на самом деле я трехмерный, как бы я в пространстве, то есть, и более того, нестабильный на самом деле у нас, да, электрон, это и волна, и частица, то есть, и вот квантовость есть такая, да, и здесь очень важно, еще раз, химия, она трехмерная и нелинейная, и вот вы знаете, что есть цис-трансизомеры, например, по жирным кислотам, цис-хорошо, транс-уже плохо, это всего лишь изменение угла, вот цис-две палочки вот так, а вот транс, все, угол изменился, или, например, там даже не произошла гидрогенизация, то есть, да, там не произошло какое-то даже окисление, то есть достаточно вы какой-то химии, вот берете тот же крахмал, варите его, получается клейстер, все это другое вещество, это никакой, не вот этот углевод, это клейстер, ну, это бывший углевод, да, ну, назовите его, или кусок мяса сварили, это коагулят, это не белок уже никакой, о чем вы, и как бы, ну, это простые истинные химии, да, ну, так я вернусь, вот у нас ферменты, это тоже определенные пространственные структуры, да, у нас их намного больше, чем вам там говорят, у нас более 70 ферментов поджелудочное выделяет, и, например, вот приведу пример, что она, еще раз, как я это вижу, да, что ферменты, которые выделяет поджелудочное, двух типов, одни для разложения растительного, живого сырья, не плодовой части растения, а другие плодовые части растения, причем там не один фермент, например, на белок, на пептиды морковки, там работают два фермента, например, а на белок шпината только один фермент из этих двух, то есть там очень много интересного, что, ну, возможно, это просто для вас лишняя информация, я это изучаю подробнее, да, она не открытая, ну, может быть, где-то там в Америке или в Англии где-то надо копаться, ну, вот, мне приходится докапываться самому, да, что-то никто мне не стучит с этой дверью и говорит, давайте мы все-таки расскажем, что на самом деле, ну, вы видите сейчас в интернете, ставится под сомнение все, археология вся не та, историю все переписывали, там вообще все переписано, все переиначено, а некоторые говорят, ребята, те ракеты, которые там вам Путин показывает, они еще там 20 лет назад, точнее уже в 80-х над ними уже закрытых учреждениях уже смеялись, потому что это был уже прошлый век, то есть, ну, как бы вот тут вот очень много интересного сейчас все время вскрывается, перед всему нельзя, безусловно, ну, стоит уже задуматься, что что-то как-то вот, мир как-то переформатирован, для нас как-то все показано, как-то очень смешно, болезни какие-то бесконечные, что-то как-то все вроде к лучшему, к лучшему, а все-таки хуже, да, по факту. И вернемся, мы разбираемся просто с ферментами. Да, вот неплодовую часть растения, причем это аварийный режим, и вот как раз инсулина, но участвует именно в неплодовой части растения, почему он не выделяется, когда организм начинает отравлять невидовой пищей, организм не знает, что бывает еще термически разложенная пища, он вообще не понимает, как можно в себя засунуть резину там, да, то есть вареные белки животные, например, или клейстер, вот, ну, какой делать будет клейстер пить? А мы все пили и пьем, многие еще пьют дальше, вот, у организма вообще к этому нет никаких адаптаций, он, конечно, там начинает выделять все по вот инсулин, как запасной, но он не работает с той же булочкой, да, там, или с сахаром рафинадом, там идет дрожжевое расщепление, так что инсулин, да, будет выделяться, и он не работает, и будет истощаться под желудоч, но это все нормально, это все естественно, вот, и есть ферменты для плодовой части растения, но ее надо расщепить еще, это получается только с мякотью, с небольшим количеством мякоти плодов, и не всех, да, много тыковки, мякоти тыковки тоже не это, а это плод, например, его как бы мякоть, то есть мякоть должна быть ободоварима в небольшом количестве, семена вот эти все, повторюсь, зародыши, злаки, вам не расщепить, там 1-2% и ничего вы там не получите, кроме опять гнили, разложения, все это идет в минус, вот, возвращаемся к ферментам, значит, что такое, почему они не видят там животное сырье, грибное и вообще все термически разложенное, ну, потому что там вот определенные углы в молекуле, да, у них определенные, вот, они как лапками, они смотрят, они же не по паспорту друг друга находят, они как бы идут сопряжение определенное, он видит, либо не видит. Еще раз, у нас, например, молекулы воды в клетку входят, если у нее 107 градусов, вот, угол между атомами водорода, да, прикрепленными к кислороду, 107, 108 уже не входит, да, и так далее, то есть, ну, организм умеет воду переструктурировать, ну, вот термичку, животное, грибное, он не умеет, и, опять же, не плодовая часть растений попадает, да, там, сок шпината, например, либо сок морковки, да, есть вот этот аварийный механизм, который кормит, конечно, мы только митохондрию, и митохондрия, это все равно, наверное, подскисляет, то есть, это все равно, это запасной механизм какой-то, до конца не понимаешь, зачем он заработал, кому это надо, но митохондриям хорошо, да, нам нет, и, значит, вот, еще раз, да, плодовую часть растения, если увидят ферменты, до них доберутся, очень хорошо, не плодовая часть, ну, как запасной механизм, да, спасающий нас от, опять, видимо, от брожения, гниения, но как он все равно за наш счет, а все остальное нет, не рассчитано, нет этого в природе, и, как бы, не вижу ни одного пока человека, чтобы он мог, как гнилосная бактерия, разложить своими ферментами кусок, там, вареного мяса, либо козеим молока коровьего, да, да, и уже материнского своего молока, там, в 5 лет уже не разложат, там, PH другая уже в желудке, и нет, вот, по-другому уже работает, и, как бы, вот, вот отсюда нужно плясать, да, если вы хотите, вот, умой как-то постигать, почему нельзя вареное, жареное, почему нельзя термически скаженое, это другие вещества, попытайтесь посмотреть, что дальше с ними происходит, они дальше гниют и бродят, и это закисляющий процесс, потому что все сейчас повторяют, что мы закислены, все уже согласились с этим, да, но, ребята, у этого есть конкретные биохимические реакции, как это происходит, и в основном, да, видите, в основном упор мы делаем, что вот термически разложены, это другие вещества, и никаких приспособлений у нас нет, бактерии и грибков, да, у них есть, ну, и простейшие там потом подключаются, все подъедают это, гадят в нас, замечательно, да, и сырое, сырое животное и грибное, например, да, да, и вот еще для тех, кто утверждает, хорошо, уже некоторые соглашаются, говорят, вот эти гнилостные бактерии и бродильщики, вот, мы их самих потом съедаем, ну, у них другая вибрация, там, я просто, ну, не хочу сейчас очень много на эту тему говорить, я, может быть, на занятиях буду, когда кого вести, биолокации обучать, да, и буду как бы вибрационный мир погружать человека, тогда мы будем уже с вами смотреть, как, какие существуют поля, там, поле структуры, поле информации на эфире есть, поле энергии, куда крутят, да, там есть определенные виды кручений, там, на эфирном плане, это уже другие совершенно вибрационно чужое, оно не может быть увидено, оно не может быть включено в обмен веществ, оно, у нас нет этих механизмов, оно работает как просто чужеродное нападение, как токсическое, да, нападение, и отсюда, вот, большинство, в принципе, вот болезни, они идут именно отсюда, от того, что человек в роде, вот, как бы, сует то, что, вот, естественно, состояние, ну, бы туда не пошло, то есть, идет просто самообман, потому что даже все термически разложенное, в основном, да, без корочки, там, а просто, там, сваренное, без соли, без специй, без каких-то подливок, оно тоже ведь не лезет, поэтому, ну, вот, а начать, я советую просто с того, что, как-то, вот, ну, задуматься, а что разлагают именно мои ферменты, а что они не могут разложить, не получается, да, либо просто не справляются, этого много, да, как много бананов, например, там, два банана съел сразу человек, либо не могут добраться, это слишком плотная клетка, да, опять семена, все пошли, я бы говорю про сырое сейчас даже, да, либо это вибрационно-неплодовая часть, да, и оно работает по аварийному механизму, таким образом, да, либо это термически искаженные, вообще, это вибрации, то есть, совершенно неживого мира, и живые ферменты это наши не видят, то есть, это есть у бактерий, у грибов, там, да, и то же самое касается, кто надеется, что он живет за счет, как бы, разложения гнойных бактерий, например, и не питается, как мне один врач сказал, а, как бы, ну, да, да, там, кусок мяса не разложить ферментами, но зато, вот, его доедят, там, гнилостные бактерии, а мы это потом съедим, ну, не надейтесь, по тому, как люди болеют после этих гнилостных процессов, что-то незаметно, чтобы это пошло на пользу, вот, я просто напомнил вам по поводу того, что я опираюсь не просто на, там, опыт, да, и то, как это у других работает, я смотрю и чисто, вот, без личности, а вот, что на уровне биохимии, как это ферментативно работает, и думаю, что некоторые химики и физики, они могут здесь, как бы, вам помочь, что-то подсказать, потому что они понимают, все-таки, что, вот, и некоторые химики, что, вот, есть такие пространственные, как бы, моменты, они, а физики, что природа полевая у нас, все-таки уже к этому все идет, и тогда картина мира будет выстраиваться все более интереснее и многограннее, ну, вот, желательно перестать убивать себя сегодня, тогда эту картину вам будет интересно смотреть в здоровом состоянии, потому что уже там на смертном адре или в больничке постигать уже то, что не смогли раньше, это, наверное, не очень приятно. До скорых встреч, Андрей Широков.